Привет, друзья! Сегодня продолжаем воспроизводить для вас чудесные рецепты 1938 года по книге Абрама Конникова «Колбаса и мясокопчености». Для новых зрителей и новых подписчиков, если кого-то интересует книга, ссылку на скачивание файла книги в PDF формате я размещу в описании ролика. Сейчас немножко расскажу о самой колбасе. Сегодня будем готовить колбасу тамболскую высшего сорта. Сырокопченая колбаса, колбаска получается очень вкусная. Госты в 1938 году были очень строгие. И давайте разберемся с ингредиентами, что нам понадобится для этого. Ну, как обычно, точное количество всех ингредиентов, специй и мяса вы найдете в описании видео. Также текстовый пошаговый рецепт мы всегда размещаем в описании ролика. Но сейчас я вкратце расскажу. Используем на 1 кг сырья 400 г говядины высшего сорта. Вот такая вот жулованная говядинка. Она вообще без прожилочек, ну, практически мякоть. 400 г свинины свиной грудинки. И 200 г пресной свинины, то есть нежирной. Вот, не пресной, в общем, нежирной свинины. Я все время путаю слова пресная и постная, поэтому надо отказаться от этих слов. Нежирная свинина. 200 г. Из специй нам понадобится перец черный молотый, перец душистый молотый и мускатный орех. Также понадобится сахар и посолочная смесь. В составе посолочной смеси мы отступаем от ГОСТа 1937 года, потому что в то время солили с помощью смеси соли и пищевой селитры. Мы солим нитритной солью, содержанием нитрита натрия 0,6%. На 1 кг сырья 27 г нитритной соли. Для засолки мясо порежем на кубики, размером где-то 5 на 5 см. Ну, такие вот, мельче не надо. И пока я буду резать мясо, расскажу о подготовке мяса. Для приготовления колбас, а особенно сыровяреных и сырокопченых колбас, не используйте парное мясо. Также не используйте мясо, которому 1-2 дня, грубо говоря, после забоя животного. Лучше всего подходит мясо подготовленное, созревшее. Для этого свежее мясо, ну, сразу после забоя животного, охлаждают до температуры 3-4 градуса. И при такой температуре дают мясу созреть в течение 4-5 дней. Вот это вот будет идеальное сырье для приготовления колбасы. Не очень хорошо использовать, друзья, мороженое мясо. Также в некоторых магазинах, вот я не знаю, как в России, а у нас в Украине сейчас появилось мясо с легендой, что оно привезено из Германии. Не знаю, откуда оно привезено, но оно настолько нашпиговано антибиотиками, что это мясо просто не вялится. То есть лучше покупать все-таки базарное мясо, лучше покупать свежее мясо и самому следить за тем, чтобы мясо правильно созрело. Обращаю внимание, что грудинку я порезал не так, как все остальное мясо, а порезал вот такими вот полосками, потому что потом нам ее надо будет резать брусочками длиной 5 см. Хорошенько просаливаем мясо и вымешиваем. После того, как мясо хорошенько вымесили, выкладываем его в емкость, в котором оно будет засаливаться. Выкладываем его так вот плотненько утрамбовываем, чтобы максимально исключить всякие полости воздуха внутри мяса. Засаливать будем в холодильнике при температуре 3-5 градусов в течение недели. Ну, 6-8 дней или 5-7 дней. Ну, давайте остановимся на 7 днях. Вот так вот утрамбовали мясо. Если нет крышечки, завернули пищевым стретчем. И в холодильнике его на неделю, друзья. Через неделю продолжим. Через неделю приступим к дальнейшей обработке сырья. Смотрите, мы уже извлекли жирную свинину, грудинку. Сейчас расскажу. Я пока отвернулся, Лариса уже порезала ее без меня. Значит, мясо у нас солилось все вместе. Почему я говорил его уплотнять перед засолкой? То мясо, которое было внутри, видите, оно какое красивое. То мясо, которое соприкасалось с воздухом, немножко окислилось. Это вопрос только цвета колбасы. Ничего страшного. Но вот поэтому мясо при засолке надо уплотнять, чтобы вовнутрь не попадал воздух. Далее, по жирной грудинке. Жирную грудинку немножко подморозили. Жирную свинину, грудинку вернее. И нарезали вот на такие вот полосочки. То есть они у нас сколько здесь, брусочки такие, 5 на 5 миллиметров где-то. Вот такие вот получились брусочки. И длиной сантиметра 3. Вот видно, да? Остальное мясо измельчим на мясорубке. Будем измельчать на мясорубке с диаметром отверстия. То есть, какое у вас есть, 3-5 миллиметров. Ну, в нашем случае 5 миллиметров. Все мяско, оставшееся за исключением грудинки, измельчаем на мясорубке. Далее нам надо произвести очень важное в приготовлении колбас, особенно сыровялов и сырокопченых колбас. Процесс вымешивания. Мы будем вымешивать с помощью планетарного миксера. Вымешивать можно вообще любым способом. То есть можно использовать в посудине. Я так делал. Получается отлично. Обычный миксер с такими двумя закрученными насадочками. Ручной миксер с насадочками для замешивания теста. Вымешивается отлично. Ключевая позиция. Вымешивать долго. Вымешивать мясо надо до появления белых волокон. Я вот покажу. Смотрите, сейчас фарш такой красный. Видно, да? Отправляем сюда специи. Отправляем сахар. И начинаем вымешивать. Еще одна. Вначале без жирной свинины. Еще один немаловажный момент. Мясо само было охлажденное. Оно у нас было температурой 3-4 градуса. Стояло в холодильнике на нижней полке. Там, где холоднее всего. Очень важно в процессе перекручивания, измельчения, вымешивания фарш, чтобы не нагрелся выше 8-9 градусов. Если у вас фарш после перекручивания или при каких-то еще обстоятельствах, если температура подходит к 9 градусам, это критично. Ну, нужно его промежуточно охладить, то есть поместить в морозильник. Если же фарш холодный, то все хорошо, можно приступить к вымешиванию. Первый этап – вымешивание без жирной свинины только самого фарша в течение 3-4 минут. Вот, посмотрите, на фарше уже появляются белесые волокна, проступают. Отправляем сюда жирную свинину и вымешиваем все вместе еще такое же время, то есть 3-4 минуты. В результате вымешивания, смотрите, ну, во-первых, видите, фарш стал белесый, и начали появляться белые волокна. Во-вторых, кусочки жирной свинины полностью вмесились в фарш. Они поменяли свою структуру, они не кусочки, они уже составляющие фарша. Полностью вмесились, стали с ним единым целым. Я сейчас вот это вот все очищу отсюда. Отправляем этот фарш в холодильник, настаиваться, раскрываться специи, чтобы раскрылись специи еще на сутки. То есть точно так же я его переложу в контейнер, уплотню, и накрою пищевой пленкой, чтобы не обветривался. На следующий день фарш напитался специями, и мы его переместили. Вот видите, кстати, запотело, фарш холодный, это обязательное условие, чтобы он был холодный. Мы его переместили в шприц и будем набивать колбасы. Для набивки используем коллагеновую оболочку диаметром 45 мм. Перед набивкой саму оболочку нарезали на нужные размеры и замочили в теплой воде на пару минут. Теперь приступим к набивке. Набивать колбаску можно вдвоем, можно одному. Вдвоем удобнее, таким образом не обязательно завязывать оболочку с двух сторон. И получается ее после этого хорошо уплотнить. Если вы набиваете самостоятельно, то тогда, понятно, придется с одной стороны завязать и самому одной рукой держать колбасу, другой рукой крутить ручку шприца. Набиваем плотно. Вот почему я предпочитаю использовать коллаген для сырогалов и сырокорченых колбас. Потому что его надо очень плотно набить, а в натуральную оболочку так плотно не набьешь. Получаем вот такие вот батончики. Сейчас набьем остальную и перейдем к следующим дальнейшим действиям. Далее вот таким вот образом подкручиваем колбасные батоны и обвязываем с двух сторон. Подкручивать надо плотно, чтобы батончик у нас был плотный. Все-таки колбаса будет вялиться, будет высыхать, и пустоты нам там совершенно не обязательно. Теперь со второй стороны можно еще сильнее подкрутить. Вот таким вот образом мы хорошо уплотняем колбаску. После того, как колбаска набита, проводим ревизию. Если вооружаемся булавочкой, если где-то есть пузырьки воздуха, ну вот не вижу пузырьков, нету, прокалываем булавочкой, и колбаска, ну как бы она подтягивается, то есть ее поддавливает, воздух она выдавливает, получается становится ровная поверхность. Следующий этап это осадка. Нам надо поместить колбасу на осадку в камеру для вызревания на 5-6 дней. Температура должна быть 4-5 градусов и влажность 85-90%. То есть первый этап, должна быть очень высокая влажность. И это важно, чтобы не получить закал колбасы, чтобы дальнейшие все процессы происходили адекватно, нам надо избежать того, что верхний слой колбасы высохнет и перестанет изнутри выпускать влагу. Ну это мы и называем закалом. Так вот первый этап проводится при очень высокой влажности. Мы помещаем нашу камеру для вызревания, и через 7 дней встретимся. Друзья, если у вас еще нет камеры для вызревания колбас, я сконструировал автоматику, которая обычный холодильник однокамерный, ну вот даже старый холодильник типа Днепр или Донбасс советский превращает в камеру для вызревания сыровяленных колбас и сыроп. Видео о том, как я делал эту автоматику, я размещу в описании этого ролика. И также, если кому-то сложно, ну если нужна консультация, обращайтесь, я проконсультирую, как собрать автоматику. Там в видео есть ссылки на сам контроллер, в общем, на что и где как покупал. А если сложно собрать, то обращайтесь ко мне, я для вас соберу эту автоматику. Ну, в общем, обо всем я рассказываю в видеообзоре самой автоматики. А сейчас, друзья, колбаску на осадку на 6 дней, и через 6 дней встретимся, продолжим, так сказать, с ней работать. Колбаса провела в камере для созревания 7 дней. На 8 дней приступим к копчению. Сегодня утром я извлек колбасу из камеры и повесил ее при комнатной температуре на 4 часа, для того, чтобы колбаса отеплилась. Если этого не сделать, при копчении колбаса покроется конденсатом и дым ровно не ляжет. Коптить будем при температуре 25 градусов где-то от 5 до 7 часов. Почему я даю такую вилку, друзья? У каждого разная коптильня. Как работает ваша коптильня, желательно выяснить опытным путем. Вот в моей коптильне колбаса закоптится хорошо, качественно за 5 часов. При этом она не будет горькая, то есть она не перекоптится и должен хорошо лечь дым. Поэтому рекомендую, если вы первый раз коптите в своей коптильне, вот мне часто задают вопросы, я коптил по твоему времени, а у меня колбаса горькая. Зависит, ну как бы копчение дало горечь, колбаса перекоптилась. От очень многих факторов. Зависит от объема коптильни, от наличия дымохода, от того, какую щепу вы используете и так далее. Поэтому лучше один раз проверить, на каком-нибудь маленьком батончике записать результаты, и потом этим результатом пользоваться. Поэтому, друзья, сейчас запускаю дымогенератор. И еще раз напомню, температура 25 градусов, 5-7 часов. После того, как копчение закончится, по вашему мнению, то есть через 5 или через 7 часов, вы закоптите колбасу, не отправляйте ее сразу же в камеру для созревания, и не оставляйте ее в коптильне. Извлекаем ее из коптильни и подвешиваем при комнатной температуре на ночь отдыхать. Итак, друзья, наша колбаса провела 6 часов в коптильне. Потом, то есть, видите, она осела немножко. Жир, который, как бы так, к оболочке, соприкасается с оболочкой, он уже выступает, то есть появляется рельеф. Это очень хорошо. Вообще закоптилось классно, дым лег, очень хорошо. При этом температура была солнца. Температура у меня с 25 подскочила до 30. Поэтому я даже рекомендую, может, при 30 все-таки, а не при 25 коптить. После этого она ночь отвиселась, отдохнула. И можно переходить к основной фазе созревания колбасы. Идеальные условия для созревания колбаски. Температура 10-11 градусов, влажность 80-85%. Ну, 75, давайте так, вы спрашиваете, какая минимальная? 75 минимальная. 70 это тоже плохо. Можно получить закал. 65 наверняка, практически наверняка закал образуется. А все-таки, эта колбаса у нас сырокопченая. Да, мы некоторые процессы копчением остановили, но большинство процессов здесь происходит, как и в обычном сыровяре. Поэтому подвешиваем ее в камере для созревания при температуре 10-11 градусов. Влажность, идеальная влажность, как я уже сказал, 80%. Вот это вот просто, ну, 75 самый минимум. По нескольку раз переспрашиваю, поэтому я уже по нескольку раз повторяю. Время созревания 1 месяц. Через месяц будем эту колбасу дегустировать. Естественно, будет отдельное видео о дегустации тамбовской колбасы. Приготовил тамбовскую, практически как в Тамбов съездил. Колбаса очень классная, классный запах копчения. Я думаю, что она получится и на срезе, очень интересная, за счет, ну, за счет необычной структуры, за счет того, что вот мы эту грудинку эту нарезали так. Ну, думаю, что колбаса получится очень вкусная. Друзья, с удовольствием вам представляем воспроизведенный рецепт тамбовской колбасы по ГОСТу 1938 года. Через месяц встречаемся на дегустации этой колбасы. А пока, как обычно, я вам говорю, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить дегустацию, кстати. Ставьте там пальцы вверх-вниз. Вопросы все задавайте в комментариях. А мы с Ларисой готовим для вас новые интересные колбасы, сыры, там, бухлишко всякое. Ну, в общем, много всего интересного. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok